Тату-индустрия Ну вот это уже 9 лет в этом году будет, это моя первая татуировка, и когда я пришел ее делать, я посмотрел на процесс и понял, что все только в технике кроется, а сделать такое я, наверное, смогу, главное, попражняться То есть сразу вы пришли уже не как потребитель, а уже с точки зрения мастера смотрели на татуировки? Я художник, мне интересно все, что касается изобразительных навыков, изобразительных приемов, и я смотрел на это с точки зрения того, смогу ли я когда-нибудь Потом это ушло в долгий ящик, я работал дизайнером, я работал художником, у меня была своя мастерская изделия аксессуаров из кожи И когда уже все сложилось, весь пазл собрался А, собственно, тело было полностью покрыто татуировками, вы решили приняться за чужие тела Еще не все тело было покрыто Я решил, что нужно пробовать, я нашел мастера, который способен меня обучить, которому я действительно хотел попасть, который готов был меня научить И, собственно, после нескольких часов мастер-классов тренировались мы на этой руке То есть он мне все показывал, все рассказывал И, собственно, дальше получилось, что я начал татуировку То есть для вас татуировки – это искусство, правильно мы понимаем? Да Жень, расскажите, пожалуйста, у вас татуировки прям такие глобальные, масштабные, что они означают и сколько времени они с вами? Ну, со мной не так давно, идею носил долго, но решился в 30, наверное, лет Вот, начали один рукав покрывать с Иваном и дальше Ну, за какой промежуток времени вот ваши руки обрели такой вид? Наверное, года полтора Года полтора вы наносили изображение? Нет, наносили Но это же постепенный процесс, правильно я понимаю? Это же не в один день ты приходишь С сеансами эту руку где-то полгода А это два месяца Ну, где-то три месяца в итоге А что должно произойти в голове у человека, чтобы он сказал Вот, я хочу забить тело татуировками Что было у вас? Нашел мастера, во-первых, которому я теперь доверяю И придумали эскиз, который понравился Ну, а сама мотивация, чтобы твое тело что-то говорило Это красиво, это то же самое искусство Есть ли смыслы в ваших рукавах? Они разные Так, они разные Личные, может быть, темы, может быть, которыми можете поделиться с нами? Да, есть, личные Вот А какими можете поделиться, может, расскажете? Что это вообще? Мне напоминает из мультика Помните про бременских музыкантов? И вот там был какой-то такой герой Мне напоминает вот этот человек его Личингис Хана На самом деле, кто это? Это Япония Так Это самурай Самурай, который борется с демоном А, вот оно что У них прямо здесь на руке происходит сражение И, как бы, есть целая притча Мораль в том, что, как бы, против самого себя все равно, как бы, воевать не стоит Но к вам Женя пришел с таким запросом, что я хочу самурай, я хочу показать борьбу пороков вот этих Или вы сказали, слушай, Женя, есть такая интересная история, давай попробуем ее Ко мне Женя пришел с этим запросом И с запросом на вот этот рукав, на биомеханику тоже Женя ко мне пришел Вот, рассказал, что хочет А я уже набросал картинку Вот, и, как бы, если этот рукав мы делали по принципу Готовится заранее полностью весь проект, переводится на руку И дальше все процарапывается, контурится, красится поэтапно и так далее То этот рукав мы отрисовывали прямо на Женя от начала до конца Вот, со всеми приключениями Слушайте, это правда какая-то для всех Чтобы каждая деталь легла в свою мышцу, чтобы эффектно там играли сгибы вот здесь вот Чтобы локоть тоже выделялся Да, биомеханика такая абсолютно Много горящих элементов я люблю, когда свечение передано так, что оно действительно светится Плюс еще у Жени очень-очень приятная подходящая кожа, которая светлая-белая И это на самом деле большой подарок для татуировщика Потому что бывает, если кожа смуглая, то все цвета, которые мы планируем Они не будут в итоге по заживлению такими выразительными и такими четкими Потому что кожа смуглая работает как фильтр Об искусстве татуировок этим утром беседуем с нашими гостями Вот воронежцы в основе своей приходят с каким-то уже конкретной мечтой Смыслом таким же скрытым, личным Или хочу татуировку, потому что мне сегодня 18 лет Ну вообще ситуация какая? Чаще всего все приходят уже в голове себе, что-то придумав Но не все сразу готовы это выразить, транслировать И иногда нужно очень много разговоров, общения Для того, чтобы раскрепостить человека Чтобы он поведал вообще, зачем ему это нужно на самом деле И вот дальше, когда уже понятна суть Когда понятен запрос, понятна мотивация человека Мне гораздо легче придумать то, что ему подошло бы Потому что он мне уже накидал описательных вариантов, элементов Которые я могу собрать как пазл То есть встреча с тату-мастером – это как прием у психотерапевта Ты приходишь, рассказываешь половину своей жизни Что ты чувствуешь, и потом вы приходите к одному результату Уже на поте получается По сути, да А вы сразу видите людей, которые готовы забить половину собственного тела Татуировка, а тех, кто готовы, например, только одно слово или какой-то небольшой элемент И то потом еще свести Вот этот азарт, когда он вначале появляется Или потом уже, знаете, аппетит приходит во время еды? Чаще во время еды Но многие не признаются даже сами себе Даже на первом сеансе, что они будут продолжать И говорят, не-не-не, я все Это вот немножечко, сейчас чуть-чуть Я сам такой же был Я вот первую татуировку сделал во все предплечье Специально, чтобы что? Чтобы видно было, чтобы понтоваться А когда мы начали рукав строить уже целиком от начала до конца Получилось, что здесь логика Здесь есть какая-то круговая композиция И здесь тоже были бы интересные элементы Которые можно было бы завязать в одно целое Но здесь есть карандаш И его уже не уберешь и не обыграешь И тут вроде воздух, а тут вроде тоже воздух Но тело холст получается Ну да Расскажите, пожалуйста, с течением времени Татуировки действительно становятся популярными у нас в области? Становятся, да Или это определенная целевая аудитория Небольшое такое сообщество С определенными интересами Которые лояльно относятся к татуировкам Или это уже достаточно распространенная история? Это достаточно распространенная история Ситуация в том, что есть люди, которые Сильно, активно интересуются эту культуру И постоянно порядка Даже я бы назвал Раз в полгода татуироваться Это достаточно часто Особенно, когда человек приходит с какой-то новой идеей Одну сделали, вторую сделали и так далее Есть те, кто реже Есть те, кто в возрасте порядка под 50 Приходит и говорит Я хочу себе сделать значимую для меня Полностью обоснованную татуировку Вот Почему? Потому что я хочу Не для кого-то, не для чего-то А для себя записать, грубо говоря, на теле Какой-то символ, который будет мне напоминать О каком-то важном событии А что вас больше вдохновляет? Вот как раз-таки такие истории Когда приходят даже взрослые люди Или же просто масштабные проекты на теле человека Чем вдохновляетесь в своей профессии? Я всегда сторонник того, чтобы каждая татуировка была для конкретного человека В этом, собственно, и есть, во-первых, вся вот эта магия взаимодействия меня с клиентом И сделать для него то, что он примерно хочет Служа посредником того, что я могу это выразить и исполнить А он может это только как-то представить А может быть даже и представить не может Вот Мне вот это нравится Поэтому у меня до сих пор происходят некие метания от стиля к стилю Вот Потому что мне интересно на данный момент до сих пор все Я потихонечку коплю навыки Коплю элементы для того, чтобы создать собственный стиль Я работаю над этим Вот И как бы плюс-минус это все будет где-то к январю-февралю У меня вот такие сроки Я уже почти готов Единственное, сейчас много рабочих моментов, которые заставляют переключаться еще на другие задачи Вот И тогда я уже делал бы все полностью только по своему стилю, по своему пути Потому что это своего рода конструктор Который также позволяет человеку как бы собирать из набора образов Нужные для него Используя определенные приемы Вот Но при этом Как бы Биомеханика и всякая анатомичная татуировка мне нравится И я ее люблю Япония как основа основ Одна из древнейших, мне кажется, стиль Ну Так же, как и орнаментальная татуировка Там полинезия и так далее Нравится Интересно И очень много можно из этого всего сделать эффектных действительно штук Вот Ну и традиционная татуировка Это вот, которая примерно расписан манекен Вот Так называемый old school Ну там его по-разному называют old school Традиционная татуировка Это тоже один из столпов И как бы Вообще мое путешествие в мире татуировки начиналось именно с него С черно-белых? Не то, что с черно-белых Из цветных тоже Ну тут как бы Есть определенный замысел Есть определенный стиль рисовки И стиль нанесения этих татуировок Здорово Спасибо вам большое за сегодняшний визит За то, что познакомили нас с искусством татуировок Было невероятно интересно Желаем вам всего самого доброго Хорошего дня Спасибо Напомню, в студии были Иван Цуриков, тату-мастер и Евгений Денисов Утро вместе продолжается Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому